Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале Экзегет, и мы продолжаем изучать трудные, сложные места Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, мы будем отталкиваться от Евангелия от Марка 4,39. Вопрос такой. Как можно запретить ветру и сказать морю? Я прочитаю этот стих, Евангелие от Марка 4,39. «И встав, то есть в лодке, Он, Христос, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Казалось бы, и ветер, и море — это материальные стихии, которые не могут иметь какого-либо рассуждения. Но надо понять, что, создав мир, Бог не устранился управлением этим миром. И Он использует деятельность ангелов. Ангелы, они как бы распределили между собой, точнее, Господь им распределил разные стихии, за которые они отвечают. Так, например, Псалом 103,4 стих. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Здесь совмещаются понятия физические и не физические. Ангел, дух — это понятие не физическое, а огонь пылающий — это понятие физическое. По этому поводу святитель Афанасий Великий пишет. «Творяй, ангелы, своя духи», то есть творит ангелов легкими и выспренными, то есть исходя из того служения, которое они будут совершать в материальном мире. «И слуги своя пламень огненный». Так Моисей видел глаголющего ему ангела в пламени огнене. И здесь ссылка на книгу «Исход», 3 глава, 2 стих. В Библии говорится об ангелах Божьего мыщения. В Библии говорится об ангеле смерти. Помните, ангел смерти остановил пророка, точнее, не пророка, а его ослицу. Сам пророк всячески пытался двигаться навстречу ангелу смерти. Если бы не ослица, то, конечно, бы он погиб. Бог управляет всем, что существует в этом мире, и ничего не существует без его воли. И, как я часто люблю произносить такую притчу, если черный-черный ночью по черной-черной скале ползет черный-черный муравей, Господь знает откуда, зачем и куда он ползет. Мир существует абсолютно упорядоченным образом. И если бы хоть что-то поменяло свое движение в пространстве, или в духовном, или в физическом, это могло бы быть началом некой катастрофы. Иногда Господь попускает природным катаклизмом, это в его власти. Когда возникают эпидемии планетарного масштаба, здесь уж точно рука Божия ощущается, особенно вот то, что касается ковида, меня больше всего поражает то, что маленькие дети в безопасности, а взрослые, которых есть за что оказывать, они несут наказание. А некоторые не хотят верить, что они заслужили наказание, они говорят, а ничего нет. И в то же время умирают достойные люди, люди благочестивые. Кстати, почему? Потому что со своих избранных Господь всегда спрашивает более строго, чем с обычных людей. Итак, мы рассмотрели с вами вопрос, как это можно запретить ветру. Это же что-то неодушевленное, и сказать морю. Есть ангелы Божии, которые отвечают даже за ту или иную территорию. Это видно из книги пророка Даниила. А из точного изложения православной веры Иоанна Дамаскина мы знаем, что дьяволу был верен весь земной чин. Он был ангелом-хранителем планеты Земля до того, как он не возгордился. И в Библии сказано, что каждой звезде на небе Господь дает имя. Что значит дать имя, как не покорить своей власти? Все существующее является частью замысла Творца. Берегите себя, друзья. Вовремя подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok